Устройство, позволяющее в прямом смысле поймать пыльцу, поможет тщательно изучать ее в дальнейшем. Пыльцевые ловушки могут применяться в сельском хозяйстве или при анализе так называемого пыльцевого дождя. Например, можно узнать, какие виды пыльцы находятся в атмосфере и, как следствие, каковы риски возникновения аллергических заболеваний. Об этом рассказывает автор проекта Булат Вагапов. То есть это аппарат, который всасывает в себя воздух, и все, что находится в составе атмосферы, агрегируется на ленту, которая там тоже внутри находится. Эта лента в дальнейшем используется для приготовления препаратов, которые анализируются, и мы можем уже сказать, что там находится, какие типы пыльцы. Как отмечает Булат Вагапов, на сегодняшний день итальянская пыльцевая ловушка Ланзони труднодоступна для российских регионов. Также она отличается высокой стоимостью. Тем временем в Казанском федеральном университете создают аналог из более доступных материалов. Вот основные наши плюсы – это ремонтопригодность, дешевизна и малые размеры. В идеале устройство будет выглядеть по размерам с сопоставимым с яндекс-станцией. То есть достаточно небольшое устройство, наверное, сантиметров 90 в высоту и около 30-40 сантиметров в диаметре. На данный момент пыльцевая ловушка находится на стадии разработки. В качестве рабочей модели устройство планируют распечатать на 3D-принтере. В дальнейшем прототип разработки будет представлен на одном из научных мероприятий, который состоится в Москве в этом году. Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюс.